Всем привет! Сегодня с вами Виллисов Иван и сегодня на повестке дня такая тема, которую я уже довольно давно собирался осветить, но все никак руки не доходили. В сегодняшнем видео я хотел бы сделать обзор на самодельный трактор, который когда-то давно сделал мой дед и теперь в общем пользование этот трактор. Вот он стоит. Сегодня его рассмотрим в гараже на улице Зима. Из гаража сейчас он, как вы видите, гараж закупоренный. Из гаража сейчас не выехать. Поэтому обойдемся пока что без ходовых испытаний. Рассмотрим вот так вот в гараже. В общем трактор называется Дерек. Т-28. Но это уж не знаю из каких соображений дед дал ему такое название. Здесь вот такая табличка. перебита дата. Год переделанный. Год здесь на самом деле был какой-то другой. Я уж сейчас не помню, какой на самом деле. В общем вот такая вот шняга. В общем по внешнему виду рассказать. Тут название населенного пункта, в котором он был сделан, в котором собственно говоря он находится и сейчас. С этой стороны вид собственно мало чем отличается. Тут вот стоп. Не знаю почему спереди стоп. Но в общем не суть. В общем как-то вот так вот он выглядит. Не обошлось тут без разного рода декоративных элементов на этом тракторе. Такие вот пимпочки всякие на крыльях. В общем тут ручечки. Тут на панели все сделано довольно красиво. Уж извиняюсь что темно. К сожалению нету здесь освещения. Поэтому сейчас попробуем вот ночной съемкой. Хотя бы вот так. Цвета конечно искажаются, но хотя бы что-то видно. Такая вот панель. Температура, топливо и амперметр. Различные индикаторы. Включение поворотников. Включение света. Вот такой вот это сигнал. Зажигание включается. Сейчас аккумулятор снят. Поэтому можно тыкать все чего угодно. Заводится вот таким вот нажатием. Ну там буквально чуть-чуть стоит утопить и отпустить. Все. Трактор заводится. Так. Зеркало вот такое вот закиданное грязью. Что-то они помыли. Забыли про него. Последний раз когда говно месили и ездили. Так. Детали. Кузовные скажем так. Крылья. Все вот эти вот решеточки. Капот. Передние крылья. Все самодельное. Вот эта шняга. Все самодельное. Абсолютно делалось из оцинковки. Потом. Что здесь еще. Рама. Я даже точно не скажу. Но скорее всего. Скорее всего и рама. Рама тоже самодельная. Откуда бы ей было взяться. Такой какой нужно. Такая вот она из какого-то типа прямоугольного профиля. Или квадратного. В общем тут на этом тракторе все удобства. Как на обычном легковом автомобиле. Вся светотехника абсолютно точно такая же. Тут и ближний и дальний свет. И габариты. И поворотники. И все на свете. Сзади. Я не знаю. Будет ли что-то видно. Тут в общем прицепное. Тоже тут вот. Фонари. Катафоты. Бензобак вот здесь сзади. Под сидушками. Так. Что еще по внешнему виду. Хреново знает. Что по внешнему виду. Еще можно рассказать. Такой вот короче трактор. Вот. Ну в общем самое я думаю интересное наверное все-таки то из чего этот трактор сделан. Сейчас расскажу. Двигатель здесь. Раньше стоял запорожский. Четырехцилиндровый. И тянул неплохо. Но в силу каких-то соображений дед этот двигатель поменял. Поставил сюда. Можете сами определить. Вот по этой вот маслозаливной горловины крышки. Можете определить что это двигатель Аковский. То по сути двигатель восьмерочный. У которого отрубили первый четвертый цилиндр. Двухцилиндровый Аковский двигатель. Вся его электросистема находится вот здесь вот. Дед ее вынес сюда. Потому что на тракторе устанавливать ее так как вся эта хреновина установлена на ОТЕ. Негоже. Потому что будет в каждой луже закидывать. В общем вот такой вот двигатель. Здесь вот такой вот воздушный фильтр самодельный. Естественно все это дело карбюраторное. Ни о каком инжекторе тут и речи не идет. Вот здесь сбоку установлен радиатор. С такими вот жабрами. Так. С той стороны показать. Раньше когда здесь стоял запорожский двигатель. У него вот этой вот трубы не было. У него был там полноценный коллектор. Он уходил вниз под трактор. И вот выходил где-то вот в этом вот месте. Или где-то там вот под ступенькой. Короче. Сейчас же здесь стоит вот такой вот коллектор. Самодельный. Самопальный. К нему пришпандорена вот такая вот труба как у настоящего трактора. И в общем скажу по секрету. Двигатель этот какие-то непонятные мастера ремонтировали. Но я на самом деле сомневаюсь в том, что его вообще ремонтировали. Поскольку двигатель этот, когда дед его купил, безбожно жрал масло. Дед его отдал на ремонт. Но после ремонта он почему-то продолжил безбожно жрать масло. Хотя по заверениям мастеров ему сделали капиталку. В чем я на самом деле сомневаюсь. Ни хрена скорее всего с ним не делали. Ну в общем. Вот из-за этой вот трубы. Вот эта хрень почему-то крутится. Иногда она поворачивается вот так. В сторону водителя. И так как двигатель жрет масло. Он дымит. И дым летит в морду водителю. Очень хорошо так торгает из-за этого. Так. Что еще тут? Какие достопримечательности есть? В общем, как я уже сказал. Двигатель жрет масло вообще безбожно. Даже не знаю, есть ли тут масло сейчас. Так. Ну вроде. Вроде даже что-то есть. Ну короче масло тут улетает очень быстро из этого двигателя. Буквально там надо каждые два часа по литру масла подливать. То есть сами понимаете. Это довольно нехило получается. Поэтому двигатель. Возможно я наверное буду когда-нибудь этот двигатель ремонтировать. Доберусь и до него. Так. Что тут дальше еще можно по двигателю сказать? Здесь вот у него спереди стоит гидрач НШ-10. Вот этот газоновский. Подключается он к шкиву каленвала. От гидрача питается вся гидросистема данного трактора. То есть сзади прицепное опускается, поднимается. Для которого тут есть специально обученный плуг, телега и все такое прочее. Аккумулятора, как я сказал, на данный момент нету здесь. Так. Тут что-то бачок открутился. Трактор редко вообще конечно тут эксплуатируется. Но эксплуатируется хорошо. Так. Настало время наверное рассказать. про трансмиссию. Для этого перейдем пожалуй сюда. Как заставить Аковский двигатель хорошо крутить вот такие вот колеса. Колеса кстати задние. Я даже даже наверное побоюсь соврать от чего они. Подозреваю, что они скорее всего от какого-то взяла сто тридцать первого например или сто пятьдесят седьмого. Ну и мост скорее всего тоже от него. А передние колеса вроде как ну по размеру резины ну и по протектору можно это понять. Колеса такие же как у Нивы. А вот обод хрен его знает здесь от чего стоит. Так. Ну давайте все-таки повернемся к трансмиссии. Как заставить Аковский двигатель крутить вот такие колеса. Ответ прост. Поставить две коробки одну с другой подряд. Здесь сделано именно так. То есть к Аковскому двигателю у нас Аковская коробка прицеплена. Вы ее можете видеть вон там. и как вы видите из нее выходит одна полуось. Второе отверстие из которого полуось в другую сторону по идее должна выходить на самом деле. Оно попросту заглушено и там этот дифференциал типа заблокированный. В общем выходит вот эта вот полуось и заходит она прямиком во вторую коробку. вторая коробка газоновская такая вот которая знаете переключается вот таким вот способом как бы получше показать чтобы было и ноги и рычаг видно. Вот вы допустим выжали сцепление включили первую передачу и поехали. Вот вы поехали вам надо переключиться на вторую вы выжимаете сцепление включаете нейтральную передачу отпускаете сцепление выжимаете еще раз сцепление только после этого включаете вторую передачу едите дальше. Теперь рассмотрим другую ситуацию. Вот у вас допустим вы едете на четвертой передаче и вам нужно перейти на третью что для этого нужно сделать выжимаете сцепление включаете нейтраль отпускаете сцепление даете газу желательно в пол пока двигатель раскрученный на оборотах выжимаете сцепление и втыкаете пониженную передачу. Такая вот система называется двойной выжим ну это многие про это знают но для тех кто не знает вот в общем я вам вкратце рассказал иначе эта коробка не включается вы на этом тракторе не уедете и конечно можно переключаться вот этой коробкой Аковской сейчас тоже расскажу вам прикол про эту коробку в общем дело в том что у Аки на самом деле двигатель стоит ведь ну не так как он стоит здесь здесь он стоит повдоль у Аки он стоит поперек именно поэтому здесь нейтральная не вот так а вот так то есть где она получается у нас будет вот она вот нейтральная это вот так вот вперед назад нейтральная вот так вот вот так получается куда вот в эту сторону или нет я постоянно путаюсь в этой коробке система тут такая вот сюда по моему первое так вот 2 а вот так вот 3 а 4 скорости здесь нету почему-то уж не знаю почему что там детстве не сделал с этой 4 скоростью в общем она не включается ну а здесь на газоновской коробке это коробка вроде как с 51 газона здесь все просто 4 скорости чтобы включить заднюю скорость нужно вот этот флажок поднять все тут у нас рычаг дальше не идет нажимаем флажок у нас рычаг проваливается заднюю передачу и поехали то есть такая вот система здесь получается 4 на 3 12 скорости вперед и 3 на 1 3 скорости назад получается у этого трактора вот такая вот шняга потом чё ты этот гидрораспределитель не знаю от чего но в общем тянем сюда поднимаем так что-то его заклынило но вот тянем на себя поднимаем давим от себя отпускаем с этим рычагом такая же петрушка только я не знаю чем управляет этот рычаг но вот сюда раньше сбоку еще прицеплялась косилка вот возможно он этот рычаг управлял ей по крайней мере вот этот маленький рычаг управляет задним прицепным вверх-вниз а этот хрен его знает так что здесь еще из достопримечательностей такая вот фигня сцепление тормоз тормоз газ тормоз как вы понимаете свой на каждое колесо тормоза барабанные типа этого кулачковый привод у них скорее всего какой тут поди еще это может быть в общем вот они они рычаги тормозные идут тормоза в общем прямо скажем не эффективны и на нем особенно быстро ты не разгонишься но тормозить приходится обычно начинать заранее маслобак вот такой вот здесь это думаю никому не нужно объяснять для чего маслобак для вот этой гидро всей фигни так что еще то рассказать про этот трактор был он сделан девяносто первом году если кто не понял с первого раза так хотелось бы конечно мне его завести но во первых нету аккумулятора хотя нет вон он стоит не знаю только заряженный он или нет но не охота в закрытом помещении здесь коптить потом тут вынюхивать все это проветрить хрен получится потому что все закрыто так ходовые испытания наверное летом как-нибудь покажу заодно покажу вам как он хорошо жрет масло я короче этот трактор однажды даже в дыбке поднимал это для тех кто сейчас может написать в комментариях что фу соковским двигателем говно соковским двигателем ехать хорошо не может он же слабый выдает всего 30 лошадиных сил ну ладно 33 так вот еще две улитки сигнал это вроде волговские насколько я знаю если ничего не путаю так вот такой вот здесь рулевой механизм он типа какой получается червячный есть речный есть червячный поскольку он червячный но в общем кто ездил на классике тот понимает как легко крутится руль с червячной передачи такие вот тяги здесь здоровенные в общем дорогу на нем приходится постоянно ловить рулем не очень скажем в целом как бы комфорт весь легкового автомобиля здесь присутствуют но тем не менее приходится за это платить отсутствием подвески абсолютно то есть видите здесь вот спереди есть типа стойки но только это просто типа стойки ни о каких амортизаторов естественно тракторе речи быть не может сзади тем более поэтому вот по кочкам быстро не поездишь вылетишь сразу из-за него была бы кабина еще можно было бы подумать на кабины нету и можно здорово улететь этого трактора вот в общем как то вот так вот не знаю больше даже чего рассказать в принципе вот все то вот время вот сколько сейчас хожу уже рассказываю уже с каких пор думаю блин чего бы чего-то рассказать я вообще человек неразговорчивый на самом деле вот такой вот двигатель весь весь вот такой вот в потеках масло короче эти уроды с этим двигателем ничего не делали судя по всему они на ебали деда моего денежки взяли двигатель у них полежал недельку и они его отдали обратно так и было скорее всего в общем вот возможно в будущем будет видео по капиталки этого двигателя мы как я уже сказал конечно ходовые испытания тоже будут на этом у меня все с вами был велисов иван всем спасибо всем пока